Скайла, а ты помнишь, что сегодня родительский день? Конечно, помню. Ко мне приедут мои родители, и ко мне приедет моя мама. Жду не дождусь уже. И ко мне должен приехать мой папа. А ко мне никто не приедет, потому что моя мама наша учительница, которая отдыхает здесь вместе с нами. Да тебе вообще везет, и в школе у тебя мама с тобой рядом, и тут с тобой мама. Да, везет. Так, мои любимые, а что это вы не на занятии? Ну-ка быстро, там уже вон все бегают второй круг. Какой второй круг? Вы забыли про занятия по физкультуре? Там уже все давно тренируются. Ой, забыли, сейчас уже идем. Еви, быстрее, сейчас наши мамы должны приехать. Бегу. Ну, наконец-то, родительский день. Попрошу маму забрать меня отсюда. Ура, ура, сейчас мама приедет. Ага. Ребята, ребята, представляете? Мне только что звонила моя мама и сказала, что она уже в пути. И совсем скоро приедет, и она мне везет целый чемодан вкусняшек. Ничего себе тебе повезло. Да, мне очень повезло, и я обязательно с вами поделюсь. Сегодня вечером устроим пижамную вечеринку. Ах, пижамную вечеринку. А я все расскажу вожатой. Нет-нет, пожалуйста, не выдавай нас. А я выдам. Не выдавай. Ладно, только с одним условием. Вы и со мной поделитесь вкусняшками. Эх, рапунцель ты, рапунцель. Ладно, поделимся. О, это уже чьи-то родители подъехали. Это же моя мама. Милана. Миланочка. Доченька. Как же я соскучилась, мама. Совсем скоро ты уже приедешь. Да. Здравствуй, Еви. Здравствуйте. Ну что, мама, мама, ты привезла вкусняшки? Какие вкусняшки? Вас что, тут плохо кормят? Ах, какой кошмар. Все, надо срочно тебя домой забирать. Да не, не, не надо домой. Я просто хочу вкусняшек. Но нам тут дают только полезную еду. Ничего я не привозила и привозить не хочу. Я тебе вон что привезла. Что это, что это? Говори быстрее. Это дополнительная литература на лето. Что? Литература? Мама, я в лагерь отдыхать приехала. А ты мне какую-то литературу привезла? Очень мудрые книги. Читай, Милана. Это уж лучше твоих ютубов. Мама, ты как обычно. Сделаешь все, лишь бы я была умнее, да? Я хочу как лучше. А ты? Ты неблагодарная. Ладно, ладно. Я все обязательно прочитаю. Ну что, Еви, как ты тут поживаешь? Да все в порядке, мама. Кормят вкусно. С девочками мы не скучаем. Мы с Миланой, потому что в одной комнате. А еще с нами в комнате Эрика и Вика. Это очень интересные и веселые девочки. Мы ночью рассказываем страшные истории. Хоть я их и боюсь, но ради подружек я сижу с ними. Ну, молодцы. Прости, Еви, денег не было, чтобы купить тебе что-то дорогое. Но я могу тебе дать 100 рублей. Потому что я слышала, что недалеко от лагеря есть ларек. Ты там можешь себе что-то купить. Хорошо, спасибо. Привет, доченька. Как ты поживаешь? Да все в порядке. Мам, ты привезла мне мои вкусняшки, которые я так просила. Конечно, возьми. Сама поешь и с подружками поделись. Ого! Вот это да! Какой большой чемодан! Спасибо тебе, мама. Да пожалуйста, доченька. Мне для тебя ничего не жалко. Ну давай обнимемся и я поеду. Все-таки работа у меня. Моя любимая дочка. Пока. Пока. Вот это сундучище. Брит, я вижу твоя мама приходила. Ну конечно, посмотри. А я вот тоже приходила. Ой, это что с тобой такое? Это она сказала, что будет похолодание и уйдет в минус. И она мне вон какие-то теплые вещи. Минус. Ну да, уйдет. Было 22, стало 21. И что? Ну вот, она мне теплые вещи какие-то дала. И что мне теперь? В них ходить? А твоя мама уже уехала? Ну да. Так сними. Мда, мама, конечно, вот дает. Не нужны мне эти шарфы. Ладно, пойдем уже быстрее в номер. Мне хочется посмотреть, что мне там мама положила. Ух ты, класс! Сколько тут всего? Ага. Ой, да это мы за всю смену не съедим. Съедим, съедим. Каждую ночь будем устраивать тусовки. Ну ладно. Я, пожалуй, сейчас хочу съесть пончик. Ну бери, бери. Девчонки, как у вас дела? О, Маша, у нас все хорошо. Посмотри, сколько мне всего мама принесла. Мне бы столько. Ого, сколько у них сладостей. Надо их всех себе забрать. Наша мама-то вообще приехать не смогла. У нее пациентов-то много. Она в больнице работает. Что это она расплакалась? Маша, иди, мы тебя угостим. Не надо мне. Хм, странное. Сейчас съедим чипсы. Эх, девчонки, классно мы с вами ночью с ума посходили. Эх, девчонки, классно мы с вами ночью с ума посходили. Да, теперь давайте спать, чтобы нас не застукали. Ммм, чипсики мои любимые. Кажется, они уже спят. Так, так, так. Мое. И это тоже. И все, что в чемодане, тоже мое. Все, брать я, конечно же, не буду. Возьму себе и Кристине. А завтра их снова обворую. Хм, будут знать. Так им и надо хвастаться. Еще будут мне. Ой, уже утро. Хм, странно, нас еще не будет. Ну, значит, еще не 8 часов. Я проснулась раньше. Хочу кушать. Ладно. Брит разрешала брать без разрешения всем ее лучшим друзьям. А я ее лучшая подруга. Вот возьму. Хе-хе-хе-хе-хе. А-а-а! Девочки, караул нас обворовали! Что? В чемодане нету вкусняшек. Там остались только совсем чуть-чуть. Все самые классные уже съели. Кто это из вас сделал? Кто ночью ел столько всего? Девочки, мы все заснули, и там было много припасов. Никто ночью не вставал. Что? Украли? А где мои чипсы? Девочки, кажется, нас правда обворовали. Да, вполне возможно, что это кто-то из других комнат. Ведь наши комнаты не закрывали ночью, потому что было очень душно. Мда. Девочки, а прямо все вкусняшки украли? Ну нет, там чуть-чуть осталось. Давайте тогда этой ночью ничего не будем есть, а ляжем, закроем глаза, а потом их чуть-чуть откроем. И будем следить. И узнаем, кто украл. Ну хорошо. Диди, ты спишь? Не спи, Диди, нам надо следить. А, точно, не сплю. О, тихо, 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 тихо. Ну-ка, что там еще у них вкусненького? Вот она, вот она, хватайте ее быстрее. Караул, упаковали, караул, караул, помогите. Хм, кто это? Помогите. Эй, эй, не двигайся. Давайте, девочки, открываем на счет три. Раз, два, три. Маша, мы же предлагали тебе, почему ты не согласилась, когда мы делились с тобой, почему ты воруешь сладости? Девочки, простите. Просто к нам с Кристиной не приехала мама из-за своей работы и ничего нам не привезла. Мне так завидно было на вас смотреть. Вот я и крала у вас вкусняшки той ночью. Простите, пожалуйста. Маша, воровась это плохо, ты могла бы просто попросить и объяснить проблему. Ладно, простите, больше никогда не буду воровать. Ладно, хорошо, что ты все поняла. Девочки, как насчет ночной тусовки? Да! Вот в такую историю попала сегодня Маша и мои, то есть я и мои подруги. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok